Всем привет! Добре пожаловать на мой канал! Хочу с вами поделиться своими такими самыми-самыми небольшими новиночками, что у меня появилось совсем немного раскрасок. И вот единственный арт-материал, который я приобрела за последнее время, это вот этот вот Малевич. Я вообще не люблю эти спиртовые маркеры, потому что мне не очень, как бы, по ощущениям, по запаху, но тут такой цвет, очень-очень-очень бледный. Вот так вот он выглядит, очень-очень, то ли серый, то ли светло-светло-голубой, но вот как раз вот такой цвет пригождается в раскрасках от Arcturus, что-то по типу Pale Blue. Конечно, возможно, я могла взять другой немножко цвет, просто я думала, что он будет вот все-таки, ну вот как колпачок, например, но он прям совсем светлый-светлый. Также у них вот такая вот кисточка есть, кстати говоря, вообще не особо удобная, но думаю, там для каких-то там мелких-мелких деталей прорисовывать что-то, в принципе, удобно, но для раскрашивания нет и больше удобнее долотом пользоваться. Вот, так что... Я не знаю, буду ли я еще докупать, но мне нужен был непосредственно вот этот вот светлый оттенок. Такие вот цвета от Mazzari я взяла. Тут, получается, оттенки зеленого, как раз вот я их взяла для раскрасок от Creative Heaven, чтобы быстренько залить зеленым оттенком. И все тут, в принципе, есть вот этот вот цвет, 48-й, который нужен. Темно-зеленый есть, посветлее и еще посветлее. Как раз вот то, что нужно. Вот этими оттенками я не знаю, буду пользоваться или не буду, но думаю, тоже все равно пригодится. Так что я не пожалела, что я их взяла. Более дорогие наборы спиртовых маркеров я покупать не буду. Вот, но вот это взяла и взяла. Так что пригодится очень. Ну, а теперь буду показывать раскраски. Очень нравится данная раскраска от Creative Heaven. Здесь автор Джон Грин, вроде как. И тут просто великолепная тоненькая такая прорисовка. Здесь можно как сделать подложку маркерами, так и фломастерами, и красками. А потом дорабатывать карандашами. Либо полностью делать все карандашами, но на это у меня нет терпения. Так что тут буду, возможно, красками заливать и потом дорабатывать. Очень люблю раскрашивать, рисовать птиц. Тут все такие классные. Тут даже есть вот на английском написано, как они называются, и в каких цветах вообще раскрашивать птичку. Конечно, я буду пользоваться референсами из интернета. Покупала эту раскраску на Озон, вроде бы, или Валберес, я уже не помню. Но вроде бы на... Наверное, все-таки на Валберес. Вот. Долго она не поступала на маркетплейсы эти. И как только я ее обнаружила, я сразу решила взять. Но все равно тоже думала, буду я ее красить или нет. Я ее где-то недели три назад получила. Вот. И... В общем, такая вот красотища здесь. Люблю птиц. Тут еще вот такие вот примеры есть. Вот такая вот красота. Так что, кому нужно, я обязательно скину ссылку. Ну, а дальше будут раскраски по номерам, мои любимые. Решила взять вот эту книгу, хотя сначала я подумала, что хочу взять раскраску с океаном, вот из этой серии. Но как-то слишком не знаю, почему я отказалась от того океана, но решила все-таки взять эту. Все вы знаете, какие тут картинки должны получиться, потому что я не первая показываю данную иллюстрацию, данную раскраску. Мне тут очень понравилось то, что тут есть и гусеницы, и змеи, и другие тут черепахи, то есть тут все практически звери. Конечно, очень-очень ярко тут, аляписто, я бы сказала. Вот. Но в итоге получиться должно очень даже классно. Так что, буду красить. Очень нравится лягушка, хамелеон вообще здоровский. Я не знаю, буду ли я по начинанию эту раскраску брать, потому что она как-то все-таки под настроение. Но то, что я ее купила, я не пожалела. И больше я не планирую покупать из этой серии никакие раскраски, потому что мне как-то больше всего понравилось именно вот это. Далее, раскраска от Arcturus. Очень мне она понравилась. Посмотрела я на Диану и на Аню. Они красят совместно данную раскраску. И я все-таки решила тоже взять, почему бы и нет. Очень тут нравятся сюжеты. Классные. Намного разнообразнее, чем от Creative Heaven. На такую же тематику. Тут прям близко к реализму такому. Вот этим мне, конечно, и нравится. Акула тут вообще кошмарно, страшно нарисована. Но я ее когда-нибудь раскрашу. Вот очень боюсь этих созданий природы. Потому что очень-очень жуткие. Ну, палитра тут, естественно, самая такая стандартная. Практически только там в двух-трех раскрасках палитра различается. А в основном она такая. Прикольно то, что тут еще русалка изображена. Так что это даже что-то где-то фантастическое. Чем мне еще понравилось? Тут есть тонкий лайн. Вот. Так что вот такой вот мне весьма-весьма нравится раскрашивать. Теперь хотелось бы мне показать мои давние, очень давние хотелки. Это вот ByWC Mosaic. Очень мне понравилась эта книга. Я, наверное, уже на протяжении года, либо двух лет уже точно хочу эту книгу. Но все никак не решалось к покупке. И, наконец-таки, это произошло. Мне очень нравится вот этот формат. Такой вот мозаики. Где-то она мелкая, где-то более крупная. Мне нравится здесь бумага. На ней очень классно ведут себя фломастеры. Они тут даже не полосят. Они тут очень классно растекаются и классно отдают цвет. Так что потрясающая книга. Буду ее красить. Как раз вот очень ждала, пока вам ее показать. Вот, чтобы поскорее начать ее красить. Такая тут прям красотища, связанная с летом, с природой. Супер. По возможности, скорее-скорее ее я начну. Последняя моя новинка. Это раскраска Ашет. Данная раскраска является вообще подарком на день рождения мой, который был в мае. Просто я немножко поздно показываю. Давно мечтала об этой раскраске. И вот мне ее, друзья, подарили. Я очень безумно прям благодарна. Нравится мне эта книга. Потрясающая тут палитра. Классные иллюстрации. И давайте вам буду все-таки показывать то, что должно, в принципе, получиться. Потому что тут намного интереснее, чем просто вам буду показывать. Тут, потому что, в принципе, и палитра представлена. Вот. И в итоге, что должно получиться. Очень красивые тут иллюстрации. Не знаю, почему я раньше ее не покупала. Наверное, мне раскраска это ждала для того, чтобы быть моим подарком. Тут, видите, в основном такие оттенки зеленые и голубые. Синие. Как раз такие цвета мне настроение очень поднимает. Конечно, есть еще что-то темное. Да, но это не так страшно, в принципе. Вот. Такие тут картиночки. Ну, вообще, эта раскраска не так популярна. Но раскрашивать ее стоит. Потому что картинки тут просто великолепные. Как раз летние. Вот такая вот книжка. Ну, на этом, к сожалению, все. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Увидимся в других моих видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok